Знаете, когда евреи раньше убивали какого-то человека, что делали с ним, с этим убийцей? Брали этого умершего человека, привязывали к нему, закрывали в решетку, где солнце, и оставляли. И этот человек от солнца, этот яд проникал этому убийце. Это было такое наказание. А сколько людей привязаны к нашей спине? Сколько обиды в нашем сердце? И этот яд, он проникает каждый день в нашей жизни. Знаете, как наркоман берет, косячок зажег, тянул, подержал. Хорошо. Вот мы, как эти наркоманы, обиделись, проглотили эту таблетку обиды. Вот взяли этот негатив, все, мы носим в своем сердце, не говорим ни с кем. Мы просто носим в своем мозгу, в своем сердце, у нас там варится все, варится, варится. Уже и чем больше ты носишь, не говоришь это, ты отравляешься весь. И потом начинаешь смотреть на всех людей извращенно. Ты уже не можешь ни в церковь приходить, ты не можешь ни молиться. Уже небо закрыто, и ты не наполняешься точно, ни Духом Святым, а бесами наполняешься. И голоса вообще не слышишь Господа. Слово Божие не слышишь. Но когда молишься, когда есть реальные отношения, каешься, делаешь какие-то выводы, делаешь анализ, говоришь. Говорит, если вы во свете, вы имеете общение друг с другом, и кровь Христа обмывает нас от всякого греха и беззакония. Когда ты исповедуешь, когда ты говоришь, когда ты приходишь и говоришь свою проблему, тогда ты освобождаешься. Дьявол хочет изнутри нас поразить, чтобы твое состояние, оно было бы пораженное. Но когда есть молитва, ты становишься победителем во Христе Иисусе.